Добрый день, дорогие зрители канала Марина Цветы! Сегодня я хочу поговорить с вами, как и когда черенковать пеларгонию или герань. Дорогие мои зрители, а я хочу вас еще спросить, как вы еще называете прекрасный этот цветок? Для меня и для некоторых зрителей вот это очень интересно. Дорогие друзья, пеларгония герань настолько неприхотливое растение, когда мы говорим с вами об обычной зональной пеларгонии, которая действительно не притязательна никаким условиям выращивания. Самая главная задача зональную пеларгонию прищепнуть в конце осени, когда вы заносите ее на зимовку и сада. И можно сделать прищепку в начале весны или подчеренковать это растение. Пеларгония ампельная, вот такая вот, или пеларгония королевская. О ней я также сняла для вас видео в плейлисте, выращиваем обычные и необычные растения и комнатные цветы. И немножко более притязательно к условиям. Дорогие друзья, пеларгония прекрасно растет в саду. Вы можете начеренковать вот в такой период, март, апрель и даже май, эти растения очень легким способом. И создать такие красивые композиции в своем цветнике, вот такие огромные шапки цветов будут вас радовать до поздней, до поздней осени. Снова обращаю внимание, что осенью, когда вы заносите в дом, пеларгония обычно с улицы очень крепкая, очень мощная, такая изумрудная, темная. Ну, не вот такие вот вытянувшие веточки, которые за зиму, за весну, конечно истощены. Как всегда, на такое растение нам не хватает ни фитоламп, ни подсветки. Поэтому такая пеларгония к весне вытягивается. Дорогие друзья, пеларгония, которая уже зацвела, конечно, мы не будем ее черенковать, потому что здесь будут формироваться друг за другом уже бутонизация. Буквально через 3-4 междоузлия будет все время новое и новое соцветие. Наша задача была в период роста пеларгонии прищепнуть ее для того, чтобы вот сбоку пошли боковые побеги. Для всех, кто увлекается цветоводством, я хочу обратить внимание, что герань можно вырастить даже как штамбовое растение. То есть мы обрываем и листики все, и отростки выращиваем до высоты, какую вы предпочтете, полметра, 70 сантиметров. Обязательно должна быть опора. Потом прищипываете и боковые побеги оставляете только сверху стволика. И вы можете получить очень интересное штамбовое растение пеларгонию. Ну, если вы экспериментатор, вы в своем саду можете это сделать. Но лучше пеларгонию выращивать компактным кустиком. Действительно, ну вот сейчас, если есть возможность, я вам покажу. Занеся в дом летнюю пеларгонию, я ее прищепила. И вот с одного растения за зиму у меня пошло 1, 2, 3, 4, 5, 6 боковых побегов, которые тоже вытянулись. Дорогие друзья, самое лучшее черенкование, если мы говорим о таких сортовых, вот в пеларгониях, получается с центрального стволика. Поэтому на это обратите внимание. Ну, вот в данном случае мы будем черенковать все черенки и центральный ствол, и боковые, для того, чтобы, ну, прежде всего, украсить свой цветник. Допустим, черенкование, размер стволика может быть до 5 междоузли. Раз, два, три, четыре, пять. Срезаем мы практически под листиком, под междоузли. Максимум полсантиметра. Дорогие друзья, именно в этой зоне, где междоузли, вот у нас, будет формироваться корневая система. Вот эти листики вы можете срезать, эти вы можете подрезать пополам, но это для того, чтобы было меньше испарения. Вот это все можно, в принципе, убрать. Заглубляете вы этот черенок на одно-два междоузли. Но прежде, чем его в грунт посадить, дорогие друзья, я хочу обратить внимание на то, что обычная, простая, вот такая гераль, зональная, или, как я ее называю, бабушкина гераль, очень хорошо черенкуется в конце апреля-мая, прямо в грунт. Вы возьмите вот так вот, наломаете вот этих вот черенков, или нарежьте, и просто пройдя по цветнику, мысленно сфокусируйте взор, как бы вы хотели сделать обравление из герани. И очень хорошо черенкуется прямо в открытый грунт, или вот такие ящички приоконные. Обычно герань всегда украшает окна многоэтажек, балконы, веранды, поэтому такая герань очень-очень неприхотливая. Размножить апельную герань чуть сложнее, дорогие друзья, королевскую еще сложнее, я вам расскажу. Для того, чтобы получить очень хороший результат, вы можете использовать и укоренитель, корневин, опудрив краешек черенка, или подержав в растворе укоренителя или корневина, очень слабых, где-то полчаса. Высаживать очень хорошо герань в легкий грунт с добавлением песка. Песок создает нам пористую среду, нет грибковых заболеваний, герань тоже у вас может подгнивать. Черенок может быть такой мягкий, неупругий. И вот песочек, это как раз та среда, которая хорошо позволяет развиться корневой системой. Но, дорогие друзья, я хочу вам еще что-то посоветовать. Я сниму отдельное видео, но вот сейчас хочу презентовать, что укоренитель и корневин мы с вами можем заменить. В этом видео я хочу обратить внимание на то, что если вы хотите заняться разведением цветов, кустарников, хвойных растений, может быть даже, ну я не знаю, всех растений, которые можно подчеренковать. Обычно мы всегда имеем в своем арсенале укоренитель и корневин. А я сегодня хочу вот о геране когда говорить, показать вам подручные средства, если у вас нет укоренителя корневина. У многих из вас на кухне есть имбий, есть корица, и может быть у вас недалеко растет ивушка, или верба еще мы называем. Свойства корневина и укоренителя заключаются в том, что здесь такие вещества, которые раздражают растения. Черенок раздражает, и этим способствует образованию корневой системы. И вот эти вот, и имея под рукой вот такие средства, как имбирь, корицу просто молотую, или вот у меня палочка корицы, вы берете небольшое количество водички, грамм 50. Если вот вы используете просто палочку корицы, то, конечно, надо залить ее кипятком. Если имбирь, просто в теплой водичке разведите, размешайте это все, пусть настоится. И окуните любое растение, которое вы хотите начеренковать, в этот раствор. Очень хороший укоренитель, это ивушка, верба. Вы можете нарезать веточки, и залить кипятком, и проварить минут 5. Пусть раствор остынет, настоится. Можете слить в пол-литровую баночку, поставить в холодильник. И это тоже прекрасное средство, которое укореняет наше растение. И хвойные растения, и его цветы в том числе. Поэтому воспользуйтесь. Обычно через 2 недели вы по состоянию черенка уже видите, что укоренение прошло благополучно. У вас начинается рост верхушек, или вот боковых побегов, вот как вот у меня сейчас на этом череночке. Поэтому, дорогие друзья, вот такую вот зимнюю гераль обязательно надо или прищепнуть, или почеренковать. Поэтому не жалейте ее, стригите. Для того, чтобы к маю месяце уже начали формироваться вот такие шапки цветов. Немножечко сложнее черенковать ампельную пеларгонию. Она спускается красивыми каскадами. Ветви могут доходить до 50-70 см в длину. И также вот такие красивые шапки на протяжении всего лета. Ампельную пеларгонию мы тоже осенью с вами прищипываем, заносим в дом, для того, чтобы она не вытянулась и листья не сбросила. И стараемся тоже формировать такой куст. Ну, а вот сейчас мы высаживаем в этот период ее очень хорошо в подвесные корзинки, очень хорошо, красиво будет смотреться. Поэтому вот здесь вот так же самое. Маленькие череночки, совсем маленькое количество грунта было помещено с вермикулитом, агроперлитом. И вот она укоренилась. Здесь корневая система очень хорошо наросла. Укоренение делали с конца февраля. Но, дорогие друзья, черенкование пеларгонии с декабря по февраль старайтесь не производить, потому что растение находится в фазе покоя. Ну, несмотря на то, что оно вроде как бы и зеленое, и красивое начинает вытягиваться. Но вот все эти процедуры лучше начинать с конца февраля, с начала марта. И уже к маю вы получите самостоятельные растения. Поэтому очень хорошо в такие подвесные кашпо высаживать ампельную пеларгонию. Ну, а вот такая зональная пеларгония будет расти у вас и в цветнике, и в подвесных ящиках, и вот в обычных горшках. Пеларгония не любит застоя воды, обратите внимание на это. Пеларгония не любит опрыскивания в комнатных условиях. Вообще все растения, которые имеют такую опушку, ни в коем случае в домашних условиях не опрыскиваем. А уличный, конечно, дождь, но растение быстро восстанавливается. Вот такие способы свои черенкования пеларгонии. Я сейчас произведу для того, чтобы высадить уже в открытый грунт. При температуре плюс 15 уже будет достаточно. Лучше использовать острый ножик, острые ножницы. Не забывайте, подрезаем мы под междоузлиями. Лучше черенкуется с центрального стебля. Вот так вот мы сейчас подрежем. И пеларгония в ящике у меня так будет летом и радовать меня на протяжении всего лета. А вот эти вот череночки я сейчас просто в свой цветник обрежу вот эти вот листики все и заглублю на 1,5-2 см. на 1-2 междоузлия. Погода у нас предопределяет. Пеларгония достаточно холодолюбивое растение. В этот период она очень хорошо укореняется. Поэтому, дорогие друзья, черенкуйте вместе со мной. Украшайте и свой дом, и свои цветники. Украшайте таким прекрасным растением. Ну вот, практически мы сделали вот такую стрижку. И растение буквально за 2 недели начнет формировать множество боковых побегов. Спасибо, дорогие друзья. В комментариях я дам ссылочку на видео о черенковании королевской пеларгонии. Пожалуйста, просмотрите всем, кому интересно. Ну и вот выращивайте вместе со мной обычные и необычные растения в своем саду.